Дорогие соотечественники! Дорогие соотечественники веют в крутые ветра над планетой. Вчера там листья посрывало, ветки где-то посрывало. И в душах людей сейчас, несмотря на жаркую, казалось бы, погоду, дуют суровые ветра. Где-то что-то взрывают, где-то что-то вытворяют, где-то попытки переворотов. И везде погибают люди, судьбы калечатся. Отчего это все происходит? Отчего такое лето ненастное, ветристое, ураганное? Очевидно от того, что происходит то, на что мы не хотим обращать внимание. Мы так устроены, наши мозги так созданы и заточены, что мы видим последствия и не хотим никак видеть причин. А причины такие, когда люди одной культуры и одних взглядов пытаются навязать свои взгляды другим людям, это всегда чревато. И когда люди какой-то культуры перестают чтить своих предков, уважать их традиции, это тоже чревато. И вот сегодня мы поговорим с вами о культурах и об одной очень тонкой нити, которая связывает между собой эти воюющие, эти неугомонные культуры. Народная дипломатия. Сегодня у нас в гостях профессиональный дипломат. Андрей Попов человек с большим жизненным опытом, человек, который прожил, буквально прожил и пережил различные культурные окружения, который пожил во многих столицах и который во многих столицах проработал как дипломат. Дипломат он потомственный, а потому и хорошо вышкаленный, и хорошо подготовленный. Кроме того, он чувствительный человек, которому не безразлично ничего, что происходит вокруг него. Вот с ним мы сегодня и обсудим вот эту тему. О культурах, об их взаимодействии, порой трагичном, и о том, насколько важна народная дипломатия. Говорить об этом будем с профессиональным дипломатом. Андрей Попов. Здравствуйте. Добрый день, Виктор Ильич. Спасибо за такое вступление. Авансом, но спасибо. Ну, Андрей, давай вот такая вещь. Дипломатия понятная. Дипломатия, скажем, профессиональная, институциональная, так сказать. Практически я не знаю стран, где бы не было министра иностранных дел. Даже в Соединенных Штатах, где мы слышим слово «ГОЗДЕП», правильно понимать Министерство иностранных дел. Называться могут по-разному, но везде. А везде, где есть Министерство иностранных дел, обязательно есть дипломаты. Дипломаты – это люди, которые с покон века занимаются тем, что наводят мосты между народами. Ну и, как правило, не только между народами, но и между культурами. У дипломатов выработан особый ритуал. Одни называют его официально протоколом, есть еще много неписанных правил. Зачем нужен ритуал? Ритуал позволяет людям разных совершенно культур в рамках этого ритуала, этого ритуального кода поведения, общаться между собой. Вот первый вопрос – общение между дипломатами, потом мы перейдем к народной дипломатии, между дипломатами, людьми разных культур, разных идеологий, разных вероисповедований, мировоззрений, взглядов. Как оно происходит? Что ты чувствуешь, когда общаешься профессионально с профессионалом-дипломатом, с человеком другой культуры? Ну, во-первых, человек открыт к диалогу. И профессия дипломат, она издавна для того и создана, чтобы быть как бы переводчиком другой культуры. Чтобы, общаясь с представителями другой страны, его выслушать, понять, сделать сканирование его интересов. Чего он боится, чему он стремится, какие у него самые главные интересы, а какими он может пожертвовать. И в процессе общения находить точки компромисса. Потому что часто бывает, что для одного человека принципиально, фундаментально, для другого – второстепенно, а что для тебя – первостепенно. Для этого человека, может быть, из другой культуры не так важно. И тогда идет такой обмен. Но дипломаты, они создают атмосферу для решения проблем и нахождения различных решений. Есть старый анекдот, много про дипломатов-анекдотов. Один анекдот такой, чем отличается дипломат от девушки. Немножко, может быть, рискованный для эфира, но попробуем. Если дипломат говорит «да», это значит «может быть». Если он говорит «может быть», это значит «нет». А если он говорит «нет», ну какой же он тогда дипломат? А девушка, если девушка говорит «нет», это значит «может быть». Если она говорит «может быть», это значит «да». А если она говорит «да», ну какая же ты девушка, какая же ты леди? Вот теперь я понял, почему перед передачей ты меня спросил. Виктор Иванович, а женщинах будем? Я говорю, с тобой обязательно будем. Нет, это старая анекдот, много анекдотов. Кстати, женщины-дипломаты, твое мнение о них. Это у женщин-дипломатов есть дополнительные преимущества, и в то же время есть уязвимости. Конечно, обаятельная женщина, собеседник, она может быть внутри, очень с большим серьезным стержнем, жесткой, но это всегда располагает. Это всегда ограничивает диапазон инструментов, которые может воспользоваться оппонент. Скажем, давление, давление и прочее. Да. Но с другой стороны, нужно понимать, что женщина вообще это сложная профессия. Можно развиваться. Женщины могут... Я верю в дополняемость мужчин и женщин. Я не сторонник, знаете, обезличивать мужчин и женщин, говорить, что между ними нет различий. Я считаю... То есть, ты понимаешь, гендерное равенство не в плане, что должны ходить в мужских штанах и грубо выглядеть. У всех свои преимущества. Равенство в профессии. Вот здесь на этом примере, скажем так, можно и проиллюстировать и мой личный опыт разницы культур. Но хочу сказать, что у женщин есть ограничения, потому что все-таки исторически семья, нагрузка, дети, это дополнительные ноши. И я видел много успешных дипломатов, но, к сожалению, в плане гармонии семейной жизни часто это не идет в область. Или, или. Конечно, конечно же. Есть исключения. Ну, вот у Маргарет Тэтчер, например, она была и дипломатом, в том числе. И Маргарет Тэтчер, и Хибрид Клинтон. В личной жизни у нее не было. Да, да, да. Но с другой стороны, смотрите, простой пример. Работал в АБСЕ послом два с половиной года. Восьмого марта, вроде бы, казалось, светлый праздник. И один из коллег-послов сделал жест из Центральной Азии. В эти АБСЕ это все Северная Америка, США, Канада, вся Европа, в том числе и Европейский Союз, и Восточная Европа, Молдова, Украина, Россия, и Кавказ, и Средняя Азия. Даже Монголия. 57 стран. Так вот, один из послов, мой хороший друг, сделал широкий жест. Бюджет позволял, он купил по, а нет, по-моему, по цветочку. И перед началом задания всем, а у нас где-то одна треть коллег-послов, то есть, человек 15, 17, 20 были представительницами Слава Полу, он положил на стол каждый цвет. Казалось бы, вот моя соседка, Молдова, и рядышком Монтенегру, Черногория, она очень тепло восприняла, ему передала воздушный послов. И приятно было, да. А вот Канадка и Финка очень демонстративно отложили в сторону и не взяли этот цветок. Феминистский. И потом он к ним подошел, он сказал, пожалуйста, не надо нас ущемлять, это не наш праздник, мы его не воспринимаем. Видите, разность культур. Хочешь ли я тебе скажу? Мое мнение, что эти две прекрасные леди проявили потрясающие бескультуре. Ну, у каждого своя культура. Я считаю, что не надо. Значит, выходит, не читали они ни Мапасана, не читали они ни Филдинга, не читали они толком никого. Филдинга не читал? А что он написал? А Филдинга, это ему принадлежит знаменитая фраза. Он говорит, что такое патриот? Это патриот, это вообще-то, говоря, большой мерзавец болтун. А патриотизм, это способ, каким воры, бездельники, мерзавцы, говорит, прячутся от правосудия. Я тоже ехал к вам на передачу, прочитал, что... заметь, кто бьет себя в грудь, Андрей, вот я люблю Родину. Обычно те люди, которые меньше всего для нее делают. когда ты что-то любишь и что-то делаешь, ты мало об этом говоришь, ты делаешь и любишь. Так что вот эти леди, эти дамы, которые вот так обрезали вот этого беднягу, если бы они были повнимательнее, мы же говорим о культурах, если бы они свою культуру чтили, они бы хорошо поняли движение человека другой культуры. Вот как получается. В дипломатии у меня главный урок, меня часто спрашивают, какой главный урок, и я говорю, что их два. Один, это быть честным, не врать, ни при каких обстоятельствах, и быть последователем. Не говори в одной столице одно, а в другой столице диаметрально противоположное или отличное. И второе, конечно, с уважением относиться к партнеру. Даже если вы серьезные оппоненты, даже если интересы ваших стран очень сильно разнятся, или это система игры с нулевой суммой, что для тебя хорошо, что для того плохо, все равно нужно уважительно относиться. Без шапкозакидательства, без гонора, без недооценки. Выслушивать. В первую очередь выслушивать. В вторую очередь пытаться понять. И в третью, в третью очередь попытаться объяснить себя и вот на основании этих трех постулатов найти компромисс. Кстати, хочу такую историю с... А может, не буду. Хотел сказать, что... Да что, расскажи, помнишь это? Что Алиса в стране чудес, что сказала? Говорит, что пользует в книжке, если в ней нет разговора о картине? Что пользует в передаче, если в ней нет истории? Вы знаете, 31 мая 2013 года, вы помните, в этот день в Кишиневе создавалась новая коалиция после отставки премьера Филата, перезагрузили Альянс Европейской Интеграции 3, по-моему же, и в качестве спикера избрали Игоря Корбана, который очень весовой дипломат, много лет был послом в Берлине, и в качестве премьер-министра Юрия Лянко. И так довелось, что вот эту новость... Короче, дипломаты взяли власть в стране. Два дипломата. Немного? Ну, дипломат и дипломат на роде. И после узкого круга... А я, учитывая, что Лянко не мог приехать, я, как заместитель министра, представлял страну на совете глав государств СНГ. Премьер-министра Белоруссии, России, Казахстана, Украины. И я был самым молодым и самым низшим по рангу заместителем министра. Но в моей стране были самые активные действия. И вот во время кофейного перерыва, назначающий чай, президент тогда, премьер-министр России Дмитрий Андреевич Медведев спросил, как ситуация в стране. Я сказал, что вот было избрано вчера два дипломата, стабильность. И он такую фразу сказал. Это очень хорошая новость, потому что из моей практики, я цитирую, в принципе, ничего секретного нету, дипломаты, они всегда прагматичные. Они заточены на поиск компромисса. Нам нужны собеседники в вашей стране, с кем можно было общаться без идеологических шор. которые могли бы строить отношения в частности с Россией, исходя из своего национального интереса и понимания поля для гармонизации интересов Молдовы и России, без того, чтобы идеологические какие-то шоры или стереотипы мешали. Мешали контакту и пониманию. Хорошо, Андрей, вот такой у меня теперь вопрос. я пришел на дипломатическое поприще, и потом я понял, что дипломаты, шпионы и прочее, это уже все оконченные люди, разведчики, бывшими не бывают. Это все, что-то с мозгами происходит, заточен, по-другому смотреть на мир. И пришел я из так называемой народной дипломатии. Причем есть народная дипломатия такая полуофициальная, это все возможные, как сейчас говорят, гражданское общество, общество дружбы. Вот я был в обществе дружбы еще с Совковым, Молдово, Китай. Потом как-то союз развалился, деятельность продолжилась, и я продолжал вот как тот безумный фонаршик у Антуана де Сент-Экзюпери, там на планете был безумный фонаршик. Планета крутилась, и он зажигал этот фонарь, вырубал этот фонарь. Уже давно не было той планеты, она давно уже не крутилась, а я вот так упорно это делал. Ну и потом так случилось в 2002 году, когда к власти пришел Владимир Николаевич со своей командой, вот, и так как я, так сказать, по Китаю был бессменный, а ситуация была такая, из всех коммунистических стран в то время только один Китай показывал успешность. Куба там полуразвалина, она не развалилась, она как-то, че дело там, во Вьетнаме тогда было еще непонятка, сейчас, кстати, Вьетнам пошел в Фарватере Китая и очень хорошо пошел, вот, тихо подозреваю, когда кончится власть вот этой династии Якимов, они пойдут в том же Фарватере севернокорейцы, я знаю корейцев, люди трудолюбивые, толковые, вон Южная Корея, посмотри, какие успехи, и, короче говоря, вот так случилось, что мне и предложил, говорит, о, ты, специалист по этим китайским всем восточным делам, вот ты мне и поедешь в Китай, вот я так оказался волей судеб заброшенной, и вот, когда я встретился с президентом тогдашним Дзян Зиньмином, значит, у меня был вот это знаменитое, надо передавать вот для аккредитации эти биржи, верительные по-русски говорят, грамметры, там, написано, что по властям этой страны этому человеку верите, как будто вы говорите сам. По-французски там декреденс, как они декреденс, и вот я их, значит, вручаю, все такое, ну и положено по протоколу два слова посидеть, сказать друг другу. Ну он император, Дзян Зиньмин, Китай, это страна, о, какая. Генеральный секретарь. Да, я считаю по-китайским понятиям императоры, вот сижу я, значит, с этим императором, а я, как и вышел из народной дипломатии. Вот, и на всякий случай, значит, я решил, что сделать. Я, как председатель Молдавского отделения Международной Академии информатизации, имел право от нашего отделения вручать золотую медаль и диплом доктора Норрис Кауза за особые заслуги в деле информатизации мирового сообщества. тот имел такое право. Ну, и я приехал с папкой, там, значит, диплом, золотой медаль, все как полагается. А мне посол России говорит, это знаменитый, значит, Игорь Алексеевич, знаменитый просто востоковед, он 12 лет в Китае послом был. Значит, это его отец знаменит тем, что переводил китайские классические романы на этот самый на русский язык. То есть, он из вот такой семьи. И вот этот потомственный дипломат мне говорит, Виктор, говорит, сынок, он намного старше был, но не принимают китайцы ни у кого никаких наград. Вот, кто бы не пытался всучить, вручить их Политбюро, тут запрет, не принимают они ни наград, ничего чужого. И тут я ему говорю, господин президент, можно я к вам обращусь, не как посол, вот вы меня приняли, значит, так сказать, я уже им состоялся, спасибо, не как государственный деятель. И тут так он, как китайцы старики любят, прикидывается, что они полуспят, а может где-то и спят. Он вдруг глаза раскрыл и на меня, а как кто? А я говорю, а как представитель народной дипломатии. О, говорит, это интересно, он сразу старикой жил. Я говорю, вы знаете, вот мы знаем, что в Китае в Политбюро была большая проблема, там разные взгляды были, вводить Китай интернет или не вводить Китай интернет. и вы, я знаю, были основным тем, кто решил, что Китай надо открывать миру. И вот мы, наше общество, как раз Академия информатизации, вот Молдаване решили, вот наш диплом доктора Норрис Кауза и медаль за вот такие вот ваши заслуги. Вы на самом деле сделали великое дело, открыли Китай миру. Вот. Ну, думаю, была не была, а посол России предупреждал, откажут и даже не надеются. И вдруг он говорит, ну что, если это не от государства, а от общества, от народной дипломатии, я приму, и произошло невиданное. Он стал подниматься, и вдруг я почувствовал, что такое император империя. Вместе с ним стал подниматься я, подниматься все его сотрудники, все присутствующие, все остальные. Стали подниматься колонны, стали люстры подниматься, встает император. И вот тут я почувствовал мощь этой культуры, древней китайской, вот этой имперской культуры. Мы все встали, он принял вот эти все вещи, сказал красивое слово, в ответ мы присели, и тут он мне говорит, что хочешь сынку? И тут я, как представитель народной дипломатии, поменял пластинку. И сказал, хочу визита моего президента. И он состоялся. И вот я что хочу сказать, вот у тебя как бы линейная, профессиональная, у меня я пришел как бы сбоку припек, пришел в дипломатию из народной, и вот это, как ни странно, сработало. Что на твой взгляд сработало, что заставило этого грамотнейшего, тончайшего дипломата, прекраснейшего президента китайского, человека передовых взглядов, любителя своей культуры страны, что заставило его принять вот это вот мое предложение, просьбу о визите своего президента, как ты думаешь? Вы знаете, я почти уверен, что российский посол, хотя с нынешним послом Андреем Ивановичем Денисовым, тоже китаист, но бывший заместитель министра иностранных дел, знаком, я думаю, если бы вы пошли по официальному пути, и нужно было, профессиональный дипломат бы никогда бы не вывел это сразу же, чтобы не поставить. Я им тогда не был. Вот если бы вы начали это обсуждать с протоколом президента, с министерством иностранных дел в писанном виде, желательно, вам бы, наверное, пришел дипломатический ответ, что это не входит в практику, и российский посол был прав. Но ему даже в голову, видимо, не пришло, что вы можете таким образом, нахрапом поставить генсекретаря Китая, компартия Китая в такую ситуацию. Я ему сказал, это от народа. И здесь я не раз видел такие ситуации, что, как говорится, короля играет свита, а в румынском языке есть очень хорошая фраза, которая говорит так, «Пына ажоничла думнезил, ты монэнгас винти». Пока доберешься до Бога, тебя скушают ангелы, святые. Часто, и это болезнь многих руководителей, они отравны от реальности. К ним информация доходит через много-много фильтров и попадает к ним уже в виде таком удовольствия, в котором им приятно это видеть. И многие ситуации не понимают. Я вам скажу, была такая ситуация у нас из своей личной практики. Буквально три года назад один из моих последних визитов я сопровождал президента Молдову в Киев, было празднование 1025 лет Крещения Киевской Руси. И в рамках этого визита были президенты других трех православных стран России, Белоруссии, принимающихся страну Украина и Молдову. Был, по-моему, президент Снежима и Сербии. Был разговор двух президентов и сопровождающих делегаций. С нашей стороны был начальник администрации, я, наш посол. Я помню, с Виктором Януковичем разговор, он читает свои, в принципе, свои тезисы. Там был вопрос, я не буду сейчас говорить, какой голос, очень так серьезно, и видно, что человек прочитал, и наш президент ответил. И, в принципе, мне показалось, что каждый остался при своем. И тогда я написал записку, президент говорит, можно я выступлю? Он говорит, нет. И я нашел какой-то момент, чтобы не по протоколу, в принципе, когда говорят президенты, заместители министра, ну, в редких случаях должны... Если к ним обращаться за консультацией. Я вижу, я вижу, что тема недоговорена, и что мне потом, как заместитель министра, работать с украинскими коллегами, министром, заместителем министра, по этой теме, и они будут ссылаться на разговор президентов, что их позиции... Что санкций не было. Санкций не было. И тогда я нахожу момент и вступаю в разговор, и на одну минуточку, раз, два, три конкретных аргумента. Они были настолько логическими, но этим занимался. Нашему президенту не смог он в тот момент это сформулировать. И вы знаете, президент Украины посмотрел на своих коллег, говорит, кажется логично. Какая ситуация? Начался разговор уже он между мной и Леонидом, кажая украинским министром иностранных дел. И вы знаете, вот уже когда на уровне экспертов поговорили, эксперт украинский министр иностранных дел, но который курировал это досье. И вы знаете, и тогда президент Украины сказал, ну а... Чего нет? Раз так, тогда я вам даю указание поработать и найти компромисс. Он не сказал сразу отмашку. Очень неправильно, когда президенты давят экспертов, эксперт говорит так, а потом президент договаривается, потому что президент не может весь спектр национальных интересов и тонкости понятных. Конечно, просчитают все. Надо доверять экспертов. Но часто вот это конкретный пример, когда обойдя фильтр свиты и аппарата, ты решаешь какой-то вопрос. То же самое у вас было. Я думаю... Я просто проломился через... А вот то, что он дал отмашку сразу же на визит молдавской резины, вот это очень серьезно. Значит, вы ему понравились и убедили. И я думаю, все-таки, зная, как работают китайцы, хуже, чем вы, бесспорно, но непланомерно. Значит, созрели предпосылки. Значит, была тогда заинтересованность поддержать единственного в Европе коммунистического президента и знака солидарности. Потом был визит китайского руководителя в Республику Молдову, я помню. Нет, он был до этого, он в 2000 году. Он до этого был, а потом уже наш Владимир Николаевич приехал туда. Кстати, еще интересно, как работает китайская дипломатия. Значит, китайцы совместили пресс Владимира Николаевича Воронина и Колина Павла, все-таки глава американской тогдашней дипломатии. посмотри, газета Женьмин Жибао, это официоз, ну, вроде как газета «Правда» была когда-то в Советском Союзе. Значит, фотография, Зян Зимин и Владимир Николаевич Воронин, вверху фотография, чуть ниже под ними Зян Зимин и Колин Павел, внимание, дальше, кортеж Владимира Николаевича, 24 машины, Колина Павла, 23, прием во дворце, значит, сидим там, выпиваем, гуляем, ну, как положено, так сказать, радостно встречают гостей, в это время Зян Зимину шепчет, там, мол, ждет Колин Павел где-то в другом зале, ничего подождет, здесь я с президентом, а он всего лишь госсекретарь. Посмотрите, как китайцы умеют играть, казалось, вот такая малюхенькая страна такой гигант, но они прекрасно владеют протокольными фокусами. В дипломатии есть одна фишка, в дипломатии международных отношений есть такое понятие, как называется суверенное равенство, отношения между государствами строятся на принципе суверенного равенства, у тебя страна 3 миллиона, 300 тысяч, 300 миллионов или полтора миллиарда, как в Италии, в принципе, на международной арене, вы есть иерархия, если, допустим, посол... Я про другое говорю, Андрюша, как они обыграли это, как они воспользовались этим, чтобы дать понять. Это история, давайте, если есть возможность, поговорить о нынешнем, не о нынешнем, вызове... Давай о народной дипломатии поговорим. Эта тема, кстати, мне очень близка сейчас, я этим буду заниматься. Вот расскажи, что за планы у тебя есть. Ну, Виктор Ильич, ну, на самом деле... Давай коллеги. Вот тебе редкий случай рассказать о своих планах. Я, вернувшись из Австрии, я провел 2,5 года послом, и до этого еще 4 года заместителя министра. Я представлял страну. У меня была официальная позиция, у меня было свое понимание, как эту позицию можно продвигать, но теперь у меня уникальная возможность. Я освободился от всяких условностей, от всякого протокола и инструкций, мандата, и я хочу получше понять свой жена. Андрюша, на что живешь сейчас? Расскажи, Радим. Я вернулся только 2 месяца. Еще не устраивался. Еще, знаете, запасы еще не иссякли полностью. Но вот это будет один из проектов, программа, как мы говорили, народная дипломатия, где я попытаюсь дать площадку простым людям высказываться на злобу дня, а также не только по текучим вопросам, но и по вопросам глобальным. Родина, старость, разрыв поколений, Пренестровское урегулирование, внешняя политика, идентичность. Что я уже в нескольких населенных пунктах, в нескольких селах побывал, наблюдаю, во-первых, удивительно схожая позиция неприятия власти, недоверия власти и вообще неверия никому. Это если под общий знаменатель все точки зрения подвести, люди никому больше не верят. И вот то, что за последние годы была убита или почти добита вера в людей, в политиков, это, конечно, огромная проблема, с которой нам всем еще... Да кто же мы видим и в Англии, мы тоже видим в Штатах. Подожди, Трамп, это же антиэстеблишмент. Он же идет под этими лозунгами, как ледокол. В США, я бы сказал так, есть ощущение уязвимости своей страны. Ведь американцы, я тоже прожил 4 года в Вашингтоне, в золотое время президента Клинтона, 1997-2001 год, и я видел, как насколько все, что я читал в учебниках, что все действует. Американцы, они считаются как авианосец, который защищен двумя океанами. Тихий океан, Атлантический океан, и в принципе, проблемы, вирусы, которые бушуют в Европе или в Азии, или в Австрии, до них не доходят. И они чувствовали всегда себя защищенными. Так вот, после 11 сентября в Америке поменялось усилие. Уверенность пропала. Упала уверенность, и есть чувство уязвимости. И есть понимание, что нынешнее руководство, нынешний истеблишмент неадекватно реагирует на потребность людей, фундаментальной потребности по периодамиде масла быть защищенными. Там есть все-таки уровень жизни в США, другой, качество работы институтов несравнимо лучше, чем с Республикой Молдову. У нас есть неверие в то, что люди, которые тебе обещают предборной кампании что-то, что они думают о народе, а не о своем кармане. И вы знаете, помните 2009 год, 8 лет правления коммунистов Воронина. И было очень много ожиданий. И очень многие люди поверили в то, что им говорят правду. И Влад Филат, поднявший знамя европейской интеграции, Бахукневой коалиции четырех партий, Урекиану, Гимпу, Мариану Лупу, Демпартии. Но все это, какой-то мифический образ создавался. И 2-3 года в это время я был заместителем министра. Очень комфортно. Инерция доверия шла. Люди поверили. И были хорошие сигналы из них. Когда произошел крах, люди разуверились. И, кстати, Влад Филат, он несет, он очень противоречивая личность. И у меня к ним комплексные отношения, на самом деле. Не все так черно-белое. И мне неприятно смотреть, как его унижают. Реально. Унижают. И такое ощущение, что это судилище. И только как он как козел отпущения. Но, что нужно сказать, что бесспорно он замешан в этих схемах. И что в дискредитации этой идеи во многом. Единственное, что я не могу понять, почему процесс не был публичным. Люди не знают, большинство, но процесс был не о том, как своровали миллиард, а об этих так называемых взятках. Шор говорил в начале 250 миллионов, потом конечная цифра там 35, даже миллион, даже полмиллиона, все много, недопустимо. Так вот, человек, поднявший, родивший волну надежды, он же ее скомпрометировал. Потом, если мы посмотрим, потом было по инерции, вот к Юрии Лянку была вот первая волна. Тоже скомпрометировал. Потом к Андрею Анастасе. Сейчас вот я вижу к Майю Санду, к Егору Дадону есть. Но все равно люди... А что такое Майя Санду? Что за пузырь? Я не хочу такими терминами. Я не понимаю. Что я хочу сказать, что я ощущаю, что люди, что она сделала, люди даже, которые идут за ними, ну, сейчас очевидно, что у нас два главных опроса, пока Демпартия не выставит своего кандидата, опросы показывают, что два главных кандидата. Но и к ним, я вот общаюсь с людьми, вижу, что до конца полного доверия нет, люди перестраховываются. Это очень... Это главный объединяющий мотив всех моих разговоров с простыми людьми. А от неверия в политиков следующий шаг, это неверие в страну. А следующий шаг, неверие в будущее. Люди не уверены в завтрашнем дне. Это очень плохо. И разные тут умонастроения. Кто за ликвидацию страны? И я поразился, что люди, бизнесмены или простые служащие, кое-кто русскоговорящие, которые никогда идею объединения с Румыней не поддерживали, более того, ей активно противостояли, сейчас начинают думать по-другому. Говорят, ну что ж, 25 лет, показали, на что мы можем, не справились, страна захвачена, госинституты захвачены, один человек правит всем. И как из этого выбраться? Мы же не можем, как Мюнхгаузен, за свои волосы. И рождается новая иллюзия, что вот кто-то где-то на халявку для нас что-то сделал. Вот как европейская иллюзия, румынская иллюзия. Я не сказал бы европейская, я сказал бы. Андрюша, ты посмотри, как человек устроен. Человеку нужно верить. Человеку без надежды он жить не может. Вот он разочаровался, посыпал голову пепла, там выпил 100 грамм, а потом смотрит, опа, новая надежда, а что нет? И новая иллюзия, и новая сказка. Вот заметь, человек очень нередко посмотрится в зеркало, вот на себя, и сказать, слушай, а не ты ли парень виноват в том, что происходит? А не пора ли за ум взяться? А не пора ли перестроиться? В то же время, что говорят о народной дипломатии? Вечная погоня за иллюзией. За мечтой какой-то несбывшейся. Ну это и нормально. Что мы не смогли, мы не должны верить в людей. Мы должны верить в идеи. И конечно же, настало время серьезно всем политикам и активным гражданам подумать и выработать какие-то постулаты, какие-то тезисы, принципы, столпы для одного объединяющего национального проекта. Перечислено. По мне, это в первую очередь молдавское государство. То есть идея государственности. Идея бесспорно государственности. Не забывай, что ей где-то 6-7 веков. Идея государственности и преемственности. У нее корни. Не нужно делать отсчет, не нужно остановиться на 91-м году. И не нужно даже на 40-м году. Не-не, оно там. И даже на 1917-17-м году. Я думаю, у нас достаточно аргументов, чтобы говорить о преемственности из 14-го века. С 14-го века. Опять же, это нужно диалогизировать. Посмотреть реально. И понимать, что из средневекового великого молдавского государства и папа римский, говорящий о Штефане Чалмаре, который себя считал молдаванином, бесспорно. Тогда идеи румынской вообще не существовало. Конечно. Штефан Чалмаре, который сейчас в Румынии считается главным румыном, но он румыном не был. Это признают ответственные, честные румынские историки. Идея румынской появилась через три столетия после смерти Штефана Чалмаре в середине 19-го века. Но у нас есть основания изучать свою историю и подпитывать свою энергию веру в будущее. Ты хорошо сказал. Свою энергетику надо подпитывать предками. Предки для того и существует и память. Это накачивает человека. Но делать это по-современному. Не против кого-то. Не против Румынии, не против России. Конечно. Почему против? Мы всегда дружим против. Я не принимаю, когда мне отказывают в праве считать тем, кем я себя считаю. Я понимаю, мы говорили, я жил долго в Румынии, учился по истории румын, знаю Румынию, люблю Румынию, но я с румыном говорю, ребята, у вас такая красивая история для вашей страны. История румын, она правильная история для истории румын. И там очень много мифов, очень много политизации, очень много политической инструментализации для того, чтобы сплотить нацию. И я понимаю, нужно сплотить Молдову, Трансильванию, Валахию, которые столетиями жили раздельно в одну страну. И у Румын это неплохо получилось. Нужны новые мифы, новые символы. В том числе с румынской частью средневековая Молдова. Но у нас же та же потребность, у нас еще сложнее, у нас новая страна, у нас слабые институты, столько вызовов. Но, ребята, помогите нам, не смотрите так ревностно на попытки кого-то создать современный учебник истории, где мы бы изучали истории своей страны, где изучали... Имена страны. Историю, которую было бы интересно изучать и в Тараклии, и в Гагаузии, и в Кишиневе, и в Бельцах, где все вне зависимости... Чтобы отражены все этносы в этой истории были. Вне зависимости от своей этнической самоидентификации люди учили историю. И да, нужно признать, что во всех странах история это политический инструмент сплочения наций. Без чувства, создание чувства нас, вот это чувство единства, когда в церковь заходишь, там люди поют хором, создаются ауры. Когда ты знаешь, что у тебя есть предки, история и традиция, это очень важно. Опять же, сложная история. Не нужно закрывать глаза на сложной, даже темной странице истории. Был погром, были депортации, коллективизации. Но не нужно однобоко рассматривать. И вот такая история, где сложные моменты. Июнь 40-го года. Что это было? Освобождение и оккупаться. К сожалению, у нас уже, мне показывают, время заканчивается. Смотри, можно я расскажу? Финал, у тебя 20 секунд на финальное выступление. Мы говорили про Китай. Хорошо, Виктор Ильич, постулаты. Молдавская государственность, история Молдовы, укрепление статуса постоянного нейтралитета Молдовы, прагматичная внешняя политика и извлечение выгоды из взаимовыгодного сотрудничества как с Западом, так и с Востоком, как с Румынией, так и с Украиной, и с Россией. Пять, обязательно социальные вопросы. Это прогрессивное налоговложение. У нас должна быть дифференциация. Бедные. Сейчас налоги... Я не закончил. Дорогие соотечественники. Порядка. Андрюша, я знаю, что у тебя много есть чего сказать. Передача у нас еще будет. Мы еще встретимся. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, дорогие мои соотечественники, следующее. Видите? Если у нас молодые головы, головы, как ни странно, даже я бы сказал, буйные, потому что Высоцкий как-то сказал. Настоящих буйных мало. Вот и нету вороков. То есть, у нас люди, ребята молодые, с характером, со взглядами, с жизненным опытом в стране имеются. Вот этих бы ребят да запрячь в государственное строительство, да подключить ко всенародному делу, то это в пользу было бы нам всем. Итак, заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Благодарю Андрея за его интересное выступление и за его, за то, что он четко сформулировал под конец свои пять основных взглядов, пять элементов своей пропозиции. Которые могут быть приемлемы для большинства граждан. Вот. Видите, он не может никак угомониться, говорить, что они должны быть приемлемы для большинства. Да для кого же? Так для большинства. И работать должны наши уважаемые политики. Пока что они работают для меньшинства, которое называется истеблишмент. И против которого какового истеблишмента, сейчас во всем мире мы видим, и в США, и в Англии, и в Евросоюзе, и в других странах, народ начинает потихонечку роптать. Это значит, что время истеблишмента спуститься с небес и приблизиться к рядовому простому человеку, который уповает на лучшее будущее для себя и своих детей, и внуков. А вот еще простой человек, что думать, побольше включать вот эту машинку для мышления в действие, побольше чувства ответственности не только перед собой, но и перед своими предками, которые оставили ему эту землю и оставили все эти прекрасные традиции. И когда дело доходит до выбора, как в общем смысле, так и конкретном, когда идем голосовать, чтобы человеку было четко понятно, чего он хочет, чего он не хочет, и чего он добивается через это свое право выбора. Итак, выбор за нами. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Спасибо. 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 Спасибо.